Всем здорова! Меня зовут Михаил Ихалецкий, это второй выпуск BookNews, видеоблога о книжных новостях. Праздник на улице фанатов Гарри Поттера. 31 июля выходит новая книга о волшебнике «Гарри Поттер и проклятое дитя». События произведения будут разворачиваться 19 лет спустя после тех, что описаны в «Дарах смерти». Впрочем, книга эта не новый роман, а лишь адаптированный к печати сценарий пьесы. Представляете? Сценарий. Ах, помните, с каким воодушевлением на уроках литературы вы поскорее пролистывали эти чертовы пьесы про лям, чтобы добраться до нормальных, адекватных рассказов в прозе? Так что, полагаю, слишком уж сильно восхищаться по поводу подачи материала, я думаю, не стоит. Изданий книги будет четыре, по одному на каждый факультет. Предположим, вы можете без запинки назвать Гриффиндор, Слизерин, Коктовран и Пуффиндуй. Вы читали как минимум несколько книг, и вам интересна история о волшебнике. Ну что ж, наверняка вы также хотите посмотреть, как будет выглядеть эта постановка. 31 июля, понятное дело, все билеты уже будут раскуплены. Но, может быть, уже в августе что-то освободилось, или в сентябре можно купить билеты. Давайте посмотрим. Так, сентябрь занято, октябрь, ноябрь тоже, март. Только 12 марта вы можете купить нормальные билеты, чтобы посмотреть две части этой постановки. Неплохо, да? Ну, ладно, ничего страшного, можно и подождать. Там же в двух частях, чтобы сюжет полностью раскрыть, да и актеры, я уверен, будут максимально подходить своим прототипам. Кстати, давайте посмотрим на них. Вот Гарри. Ну да, ничего так похож. Вот Рон. Ну, ничего, сойдет. А вот и Гермиона. What the f**k? Нома. Нома Думи Звени. Я, конечно, понимаю, что 10 лет назад ты обошла Бенедикта Камербэтча и вырвала у него буквально из рук самую престижную театральную награду Великобритании, но что-то мне подсказывает, что сыграть белый цвет кожи ты будешь не в состоянии. Ну и последняя мысль. Главное, чтобы права на издательство восьмой книги о Гарри Поттере в России получила издательство Рассмен, а не Махаон, потому что переводы имен в стиле Огрид Думбельдор и профессор, мать его, Белка, я просто не переживу. Знаете, нельзя просто так взять и не рассказать об этой новости. Жил да был на свете американец по имени Уэйн Хэммонд. Работал Уэйн в библиотеке одного из массачусетских колледжей, и была у него одна страсть. Уэйн жуть как фанател по Толкиену. Он снова и снова перечитывал романы и дневники великого британца, как вдруг наткнулся на записку, в которой Толкиен говорит о том, что опубликовал два своих произведения в неком журнале. Этим журналом оказался школьный ежегодник 1936 года. Уэйн связался со школой, они предоставили ему сохранившуюся копию, и действительно, там оказались два стиха Толкиена. При этом одно из стихотворений представляет собой раннюю версию стиха The Shadow Bride из сборника приключений Тома Бомбадила, а второе — стих на тему Рождества. Что характерно, опубликованные эти стихи были за год до выхода Хоббита. Друзья, пишите в комментарии неизвестные произведения какого автора вы хотели бы прочитать. «Слушай, а не все ли равно, кого брать? Он же большую часть фильма все равно проходит того, невидимый». Всеми любимый Джонни Депп сыграет главную роль в перезапуске «Человека-невидимки». Этот фильм станет частью вселенной кинолент о классических монстрах студии Universal. Тут вам и «Мумия», главную роль в которой исполнит Том Круз, и «Франкенштейн», и «Человек-волк», и, так мало знакомый отечественному зрителю, создание из «Черной лагуны». Из всех экранизаций произведения Герберта Уэллса, начиная с винрарнейшего варианта 1933 года и заканчивая сносно-посредственной реализацией в Лиге выдающихся джентльменов, на мой взгляд, больше всех преуспели создатели фильма «Невидимка». Да, сама природа наградила Кевина Бэйкона лицом, которое отлично подходит для того, чтобы играть злодеев. Но черт побери, в фильме, вышедшем 16 лет назад, были топовые спецэффекты. Да они и сейчас впечатляют. Лично я, от предыдущего фильма про человека-невидимку с Джонни Деппом в главной роли, жду нетривиальных ситуаций, в которых проявляются способности человека-невидимки. Может быть, на него как-то по-особому начнет падать свет, или это будут какие-то кристаллики по нему усыпаться. Я не знаю. Я хочу, чтобы меня впечатлили. Правда, когда это произойдет, неизвестно. Дата выхода по-прежнему не анонсирована. Если вы, как и я, любите книжные экранизации, обязательно пометьте себе в календаре, как 26 мая. Именно в этот день на экраны выходит Алиса в Зазеркалье, и там Джонни Депп вновь появится в образе безумного шляпника. Спасибо за просмотр. Получайте знания и делитесь ими. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok